Ежегодно из мест лишения свободы по всей стране освобождается порядка 500 тысяч человек. Если представить, то это население такого города, как Чебоксары. Первая часть жизни у этих людей украл-сел одинаковая. Вторая – разная. Какой она будет, вернутся они к нормальной жизни или опять за решетку, во многом определяется в колонии. В исправительном учреждении номер 2 в Алатаре открылся реабилитационный центр «Аврора». Он помогает женщинам, у которых заканчивается срок, адаптироваться к свободной жизни. Репортура республики Татьяна Молкова продолжит. Как заря начинает день, так и новая жизнь у этих женщин начинается с «Авроры». В этом центре условия отличаются от жизни в отряде, казарменного типа. Спортзал, комната отдыха, кухня, даже кровати здесь 10, а не 45. Ирина Дельнова в колонии 2 года. Срок заключения заканчивается в 23-м. Но она рассчитывает на условно-досрочное освобождение. На свободе, с мамой и любимым человеком. Планы самые женские. Выйти замуж и стать мамой. Ты никогда не можешь остаться. А здесь есть такая возможность побыть на едине с собой, собраться со своими мыслями, даже отдохнуть здесь получается. А в отряде, где 45 человек, ну это минимум 45 человек, я вам озвучиваю, этого сделать невозможно, даже элементарно книгу почитать. Здесь работают психологи с нами. Ирина и все находящиеся здесь женщины отмечают, что стало больше личной свободы. Хочешь книгу почитаешь, хочешь спортом занимаешься. Сам выбираешь, что делать в свободное время. Пока мне на свободу еще далеко. Но сейчас там в ближайшем у меня колонии поселение. Там работа уже в зависимости от самой колонии. Потом принудительная работа, исправительная работа. Это все те пункты, где мне не придется самой принимать решение. А по поводу работы мне будет трудоустраивать. Нет альтернативы свободе. Поэтому, какие бы сложные вопросы не приходилось решать самостоятельно, ни на что не стоит менять свою свободу. Только свободы у них были и будут очень разными. Для многих, прошедших через такое вот воспитание по приговору суда, даже привычные для любой женщины вещи кажутся чем-то из несуществующего, другого мира. Мира по ту сторону колючей проволоки. Очень многие женщины, попадая в места лишения свободы, просто перестают готовить. Но как минимум два года, представьте, за вас это делает кто-то другой. Кроме того, некоторые сюда попадают в достаточно юном возрасте и нормальной жизни, просто не умели готовить. Вот такие центры «Аврора» помогают в том числе и восстановить или приобрести кулинарные навыки. Человек, когда освобождается, чаще всего он растерян. То есть люди привыкли считать, да, и общество, что какими-то агрессивными людьми освобождаются из мест заключения. Но на самом деле это не так. Чаще всего это растерянность и так называемая вынужденная беспомощность. Вы довольны тем, что получилось? Как по-вашему? Тут нельзя быть недовольной. И на самом деле, да, условия, понятно, что они больше важны не для меня, они важны для женщин, которые будут здесь отбывать наказание. А мне лично очень приятно, что очень многое здесь было сделано руками самих осужденных. Это рисунки на стене, да, допустим, очень красивые. Вот, я знаю, что также, как бы, они принимали участие в косметическом ремонте. В АллатРе отбывают наказание порядка 380 осужденных, которые в первый раз приступили закон. И главная задача таких центров, чтобы эти женщины, получив свободу, никогда не услышали вслед, как принято только здесь, осужденное с ударением именно на У. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика АллатР.